У кого из вас не ломался карандаш? У каждого ломался, и не один раз. Тогда скажите, как этот хрупкий стержень, который мы называем грифелем, в целости и сохранности запихнули внутрь карандаша? И почему он не выпадает? В 14 веке рисовали палочкой из смеси свинца с цинком. Нарисованное нельзя было стереть. Этот стержень был слишком твердым и часто ломался. Кстати, Леонардо да Винчи рисовал именно таким карандашом. В 16 веке появился графит. Художники изготавливали свои инструменты при помощи бумаги, дерева и бечевки. Это прообраз современного карандаша. И грифель есть, и руки не пачкаются. Итак, мы на фабрике, где делают карандаши. Первый цех – деревообработки. Оказывается, что карандаши делают только из двух сортов древесины – из липы и кедра. Их древесина легкая, прочная и мягкая. Эта мягкость нужна не только для того, чтобы карандаши было удобно точить. Зачем еще? Скоро увидите. Из одного кубометра этих дощечек получится 50 тысяч карандашей. Их хватит, чтобы выложить вместо черепицы крыши трех коттеджей. Вот только как все же в эту деревянную одежку попадает грифель? Для изготовления графитового стержня берем глину, воду, жиры, воск и сам графит. Причем графит применяется только для простых стержней. Для цветных – глина и специальные красящие вещества. Все вместе принимает вид обыкновенного теста для домашнего пирога. Вот здесь тесто для карандаша прокручивается почти как в мясорубке. Получается что-то вроде лапши. А вот так делается форма, из которой нарезают стержни нужной длины. Теперь стержню осталось хорошо высохнуть в специальной печи не менее 16 часов. После этого цветной стержень будет готов. А графитовый еще раз отправится в печь на облик. Но все же, как стержень попадет в свой деревянный скафандр? Вот в этих заготовках из дерева проделывают специальные канавки. Подготавливают место. Несколько штук сразу. Туда помещают свежевыпеченные грифели. Накрывают точно такой же дощечкой и склеивают специальным пищевым клеем. Получается вот такая заготовка для пяти карандашей. Внизу дощечка, вверху дощечка, между ними пять грифелей. Кстати, почему же они потом не выпадают? Секрет же вот в чем. Желобки в заготовках выпиливают точно по размеру грифеля. А после склейки, когда вот эти заготовки попадут под пресс, на целых 10 часов мягкая древесина сожмется. Но этого чуть-чуть будет достаточно, чтобы плотно обнять грифель. Вот почему он не выпадает из карандаша. И видите, что получилось? Дерево и грифель стали одним целым. Теперь осталось покрасить и заточить карандаш. И служить он будет долго. Вот так, целым и невредимым, хрупкий грифель оказался внутри карандаша. Кстати, его хватит, чтобы провести линию длиной 55 километров. Расстояние от Москвы до электростали. Хотите проверить? Пожалуйста. Вот вам карандаш. Эх, изобрел бы кто для моего сына такой карандаш, который на обоях не пишет. Это было бы здорово. А то все обои расписал уже. Да такими словами.